друзья всем привет сегодня 14 апреля меня зовут наталья рада приветствовать на канале дачный рай сегодня речь пойдет об обрезке метельчатой гортензии в открытом грунте здесь совершенно другие конечно кустики не то что в горшках но я надеюсь что и в горшках постараюсь в общем выгнать более или менее в этом году хорошие маточники вот друзья перед вами сорт это сорт метельчатой гортензии вимс red это высокорослая гортензия до двух метров высотой при этом имеется цвете с фертильными и стерильными цветками то есть они достаточно легкие достаточно воздушные поэтому на кусту можно оставлять гораздо больше веток чем допустим сорта у которых идут только стерильные цветки потому что они более тяжелый и ветки надо выгнать максимально толстые сильные этому кустику у меня он уже находится получается третий сезон в прошлом году рано весной я его сюда пересадила здесь у меня более солнечное место сидел он у меня в полу тени до этого и просто не наращивал достаточной массы и не успевал проц вести вот прошлом году я его высадила он у меня сразу нарастил массу побеги вот эти вот прошлого года высота ну сто процентов больше 50 сантиметров он выгнал вот достаточно хорошие мощные вот такие побежки на кустике у меня получается за прошлый сезон получилось выгнать 4 5 7 7 побегов вот что я сейчас буду делать какую обрезку обрезку я буду делать на одну-две пары почек потому что сорт высокорослый вот буду смотреть именно по почкам куда они расположены максимально буду делать обрезку на почку которая идет наружу куста то есть не по бокам вот так вот да есть такие почки а которая идет одна почка вовнутрь а другая наружу внутреннюю почку потом нормировка я просто эту почку но точнее это уже будет побежек я удалю и возьму в общем возьму с зеленый черенок скажем так так ну давайте вот с этой веточки начнем что здесь здесь первая пара почек вот самое нижнее расположение по сторонам а вот верхняя пара почек одна почка вовнутрь другая наружу вот на эту пару почек я сделаю обрезку то есть я дам возможность также нижней парой паре почек попробовать проснуться и что-то из нее я также оставлю то есть тем самым кусту увеличу еще количество побегов то есть чтобы при такой обрезке не осталось такое же количество а еще прибавилось вот то есть не на эту пару почек не на первую делу а на вторую здесь для меня более такое удобное расположение их так секаторы уже похоже надо менять и второй побег на этой же веточки также идет здесь вот пара почек я поднимусь повыше вот здесь мне просто интересно вот эта почка которая будет смотреть наружу друзья что касается пеньков у метельчатой гортензии смотрите я сильно к почкам низко не обрезаю но то есть где-то у меня получается но чуть меньше тут вот сантиметр тут чуть поменьше то есть совсем прямо рядышком к почкам я так не рискую потому что сейчас уже гортензии начинают потихоньку просыпаться уже у многих почки не проклевывается набухшие такие зеленые видно что живые вот и поэтому мало ли начнется сокодвижение и чтобы вот эти вот почки просто от сокодвижения не не вымокли и не погибли поэтому для меня лучше потом этот пенек когда он подсохнет уся ты мне кажется сломаешь проще потом пенечек этот убрать вот смотрите вот они прошлогодние пеньки видите я здесь их замазывала вот черт черные срезы принципе они нормально никакие дубла здесь не образовались они вот со времени просто начинает подсыхать и вот когда такой подсохший его также можно будет можно просто укоротить ну я максимально низко не смогу конечно это сделать тоже там просто не поднесть этот можно чуть пониже все то есть я его просто через сезон укоротила и все не знаю как то никогда на эту тему не заморачивалась может конечно что-то тут и может образоваться но пока видимо меня проносила в этом плане вот вот здесь вот тоже вот видно да он просто и видно что он уже подсох его можно спокойно удалить сам уже никакого сока движения нет так поехали дальше вот побег здесь вот . по какой-то причине не проснулась также поднимаюсь вот здесь то есть вот здесь вот есть пара почек и вот здесь вот на эту пару почек делаю обрезку побежки хорошие так вот этот побег послабже вот здесь пара почек неудачно конечно вообще расположена я буду обрезать вот на эту подниму его ну вот он сам по себе видите между узле здесь побольше так таким образом каждый побег просматриваю вот и какая почка мне больше интересно на ту я и обрезаю здесь вот так вот можно здесь тоже вот одна вот так расположена путь пара чека вторая вот так можно в принципе вот на эту потому что здесь вот . проснется сюда пойдет побег а вот здесь . проснется вот это неудачно я ее смогу удалить а вот это пойдет уже вот туда наружу обрежу так и повторюсь что дам шанс вот этим почкам еще проснуться и что-то из них также удалю при нормировку при нормировке а что-то оставлю ну и вот эти побеги также подниму на две пары почек то есть вот этот побег вот так обрежу и вот этот побег то есть было у меня 7 побегов сейчас как минимум 7 останется и плюс в дополнение что-то конечно здесь какие-то почки проклюнутся с них что-нибудь оставлю то есть тем самым увеличу количество побегов ну чтобы на одном месте они не оставались 7 вот друзья это сорт вимс red еще одна гортензия это сорт полярный медведь также третий сезон у меня находится сидела в тенистом месте прошлой весной я ее пересадил она более солнечно она конечно здесь успела выгнать хорошие побеги больше 50 сантиметров высота и успела хорошо процвести вот ну как бы вот прям все побеги процвели до этого она мне сидела в тенистом месте просыпалась она всегда позже и и соответственно просто не успевала процвести поэтому южный урал конечно стараемся гортензии высаживать более солнечные места выбирать для нее чтобы она вам всю свою красоту успела показать вот друзья полярный медведь была также сделана низкая обрезка на две пары почек выгнала она за сезон 6 побегов какие-то послабже конечно вот здесь вот есть такие два побега но в любом случае я их буду оставлять их не буду удалять здесь не такое большое количество побегов какую обрезку буду делать но буду делать также все зависит от того куда смотрит почка хотя вот сейчас вот я присмотрелась конечно верху почки очень хорошо уже видно не набухли а внизу их просто вот если только и хорошо нащупать у полярного медведя получается три почки три почки вот здесь вот не 2 а 3 поэтому здесь в принципе как бы уже куда там пойдет побег потом при нормировке лишнее просто удалить так какую обрезку буду делать ну максимально низкую постараюсь конечно же потому что соцветия у него имеют стерильные цветки соцветия достаточно тяжелые поэтому побеги конечно надо выгонять максимально сильные прочные прошлом летом я его привязывала к опоре потому что так как побеги еще молодые они конечно при дождях начинали склоняться доставали до земли вот эти шапки огромные поэтому пришлось подвязывать чем старше будет куст тем он будет выше конечно и побеги уже не будут так клониться к земле вот друзья давайте посмотрим в общем не буду нащупывать почки потому что она их тут толком не нащупаешь в общем максимально низкая обрезка так вот этот побег он прямо знаете в середине вот так низко конечно его резать хотя я хочу подняться вот на эту пару почек не вот на эту сделать брестку чтобы тут сильно много побегов у самого основания не было чтобы чуть повыше поднять их чтобы они тут друг другу сильно не мешались вот так в общем знаете перерезать потом даже в следующем сезоне будет совсем не поздно то есть если что-то не понравится можно спуститься на эту пару почек если она не проснется если она проснется и проснется это можно будет также перерезать на нее уже в этом же сезоне так дальше вот этот побег вот здесь делаю обрезку то есть вот здесь пара почек и вот здесь вот этот тоненький несмотря на то что он тоненький вот эти вот почки совсем неудачно внизу 1 как бы сюда идет а другая вот туда пойдет поэтому сделаю обрезку вот здесь потом все можно будет летом сделать нормировка лишнее в общем убрать здесь также вот сделаю вот на эту пару почек не на эту а вот на эту чтобы тоже чуть немножко отступить потому что здесь вот это как бы эти почки прям находятся очень близко к побегу и эту вот здесь делаю обрезку почему здесь потому что здесь вот я вообще ничего не нащупываю честно говоря вот друзья что у меня получилось пенечек так но еще одна гортензия будет которая более взрослая более такая сильная красивая пышная сейчас на примере и и также покажу обрезку